Тройка-семерка «Кух» спел однажды солист Большого театра. Опера шла в Куйбышеве, куда во время войны эвакуировали всю труппу. Артистам тогда полагался не только стандартный паёк из 250 граммов хлеба, но и горький шоколад, который давали только лётчикам. И особенно все ждали «Кух» – воздушный белый хлеб с посыпкой. Невероятно вкусный, так что само название его было волшебным, и оттого понятна сценическая оговорка. Культурная жизнь военного Куйбышева – тема творческой встречи, посвящённой присвоению Самаре звания «Город трудовой и боевой славы». Кандидат искусствоведения Марьяна Мжельская пересказывает воспоминания своего знакомого, который мальчишкой бывал на спектаклях. Все военные были в парадных кителях, начищены, пресс-прическами. Дамы были в декольте, в мехах, с украшениями. Было полное ощущение, что мы попали в довоенный роскошный театр. Воспоминаниями делятся учёные-историки, преподаватели, известные самарцы и артисты. Творческая встреча проходит в музыкальной школе номер один не случайно. Кроме нашей школы, все остальные музыкальные заведения были закрыты. А первая музыкальная школа оставалась работать. И поэтому в нашей школе работала сестра Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, Марья Дмитриевна. И поэтому школа же не случайно называется имени Шостаковича. Именно в Куйбышеве состоялась премьера знаменитой седьмой симфонии композитора. Здесь Дмитрий Шостакович написал заключительную часть произведения. Моя седьмая симфония навеяна грозными событиями 1941 года. Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу Ленинграду я посвящаю это сочинение. О жизни в военные годы вспоминают и ветераны. Геннадий Александрович Малахов говорил, был тогда шестилетним мальчишкой. Но хорошо помнит то время. И музыка признается, и вправду строить и жить помогала. Во время войны были концерты. Но я был маленький, как говорится, не было. А вот после войны я очень хорошо помню. Утесов к нам приезжал, Лемешев приезжал. И был уже на этих концертах. Творческая встреча, посвященная присвоению Самаре почетного звания «Город трудовой и боевой славы», прошла при поддержке городского департамента культуры, туризма и молодежной политики. Для самарцев это еще одна возможность узнать о своем городе больше и гордиться им. Даже в военные годы в Куйбышеве была насыщенная культурная жизнь. Только Большой театр поставил несколько оперных и балетных премьер. Марина Матвеевшина, Василий Калдашов. События.